Доброе утро! Шестой день поездки. Город Страсбург, Франция. Мы находимся на входе в старый город. Начинается все с мощеного моста, который охраняется торжевыми башнями. Я забыл зарядить камеру. Вполне вероятно, что прогулка по Страсбургу, очень красивому городу, будет зафиксирована на видео не полностью. Предупреждаю. Ну, такая вот ляпота красивая. С жирностью, как полагается, растениями. Погодка сейчас плюс 20... Сколько? 22, по-моему. Солнца нет. Чувствуется, что это не юг Франции и не юг Испании, откуда мы, собственно, приехали и куда мы поедем. А после... Такие вот замечательные домики в немецком стиле. Вот такой вот живописный пятачочек. Сейчас так хорошо. Солнца нет. Качество должно быть хорошее, яркое. Здесь какие-то колоритные домики. Ну, пойдем туда дальше смотреть, что там есть. Вот еще сниму поближе домики. Чтобы вы разглядели. Смотрите, какая у них крыша. С какой черепицы. Вот это воткнули еще один домик. Ну и, конечно, куда что-то бериточек-то. Кря-кря. Прикольная, в общем, панорама. Реально очень старые-старые дома. Я думаю, что им не меньше лет четырехсот. Здесь такая панорама. Вот перед нами такой дом. И у него вход отдельно с речки. Видите? На лодочке приплывать можно было. Я так думаю, что это какой-то был, скорее всего, в средние века купический дом. Либо поставил и двор, где можно было причаивать к кораблям. С товаром для разгрузки, загрузки. Оставаться на ночь. И везде толстые канары. Вот. Единая штука. Вот по этой речке, извиняюсь, гернатечке, маленько-узенькому каналу. Кто-то плавает. За рулем находится Мэн. В морской форме с погончиками. Неожиданно, честно. Не ожидал. Вот. Такие вот ребенушки. Ну ладно. Следуем дальше. Тоже так. Очень хорошо. На этом мосту, похоже, все фотографируются. Потому что всем очень-очень нравится, что они видят. Вот такие вот старенькие. Это был Pont du Faison. Смотрите, какая роспись на стенах. Вот смотрите, еще одна маленькая милая уночка. С гербами. Я так понимаю, это гербы родов или городов. Или, не знаю, гильдий. Ну, не, вряд ли это гильдий. Это либо личные гербы, либо гербы каких-то регионов. Жардинье. Туннелье. Да, скорее всего, это цеховые гербы. Но они какие-то слишком пафосные. Винные товары. Булочные. Видите? Здесь. Прикольно. Мне очень нравится, на самом деле. Реально. Вот здесь вот реальный исторический город центральный. То есть, если мы говорим про... Противкая таверна. Тоже, я думаю, лет 500-600 не меньше. Если мы говорим про Виль-де-Кейбеке, который типа европейский город, самый европейский город Северной Алипки, конечно, по сравнению с Страсбургом это вообще не катит просто. Страсбург-Фарео в этом плане. И, на мой взгляд, он даже более колоритный, чем и более яркий в плане средневековости, чем тот же самый Париж, в который я сегодня отправляюсь. В Париже по планам два дня зависнуть. На Берсаль, на Лувр, погулять по старому городу. Может быть, пошупиться в галерее Lafayette и в Le Prentin. Сувенирка, сувенирка, куда где сувенирка? Ну ладно, сейчас еще раз включимся. Мы выходим на площадь Страсбургского собора. В чем он примечательен? Тем, что это самое высокое в мире здание, построенное из песчаного камня. Видите? Целиком полностью песчаник. Очень такая маленькая площадь, при этом с инвесивной такой застройкой. Смотрите. Здесь столбы, надолбы. Он предупреждает, что пассаж невозможен. Только машина со спец. Пропусками можно приезжать здесь. Видите? Вот здесь. Очень красиво. Вроде как ничего такого, но она почему-то очень уютная получилась эта площадь. По крайней мере, по моим личным ощущениям. Я все жду, когда сейчас батарейка помрет на камере. Улица Зальцман. Просто Зальцман. Вот еще надолба. Сейчас попробую зайти внутрь. Если получится, сниму там. Ну и вот мы внутри этого собора, построенного из песчаника. Католический собор, характерные украшения. Характерная планировка. В этом плане ничего нового особенного. Но он тоже, на самом деле, посмотрите, довольно-таки уютный. Вот чем мне нравятся католические соборы. Чем они отличаются, в моем понимании, от православных или протестантских, что они как золотая середина. Протестантские соборы, как вы знаете о церкви, они ратуют за принцип ничего лишнего. Византийские соборы, а-ля византийские соборы православные. Много аляпистого, много золота, много всякой фигни украшательного характера. И они типа проповедуют идею, что православное соборо, православное монашество, высшее особенно, что типа люди, которые заходят помолиться, они должны восхищаться Домом Господа. И вот в понимании православных монахов и православных архитекторов, восхищаться можно только один единственным образом. Как можно больше золота налепить в декор, в убранство церкви. У католиков нет другой подход. Они считают, что это должно быть изящно, легко, эстетически красиво. Так стоит так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова